Проповедник Который сам не живет согласно тому, о чем проповедует Ставит себя в опасное положение К сожалению, этого удается избежать совсем немногим проповедникам Я очень хорошо помню то воскресенье, когда я сам оказался в таком опасном положении Я проповедовал одно, а моя жизнь была другой Сегодня мы начнем говорить о том, как в своей жизни практиковать субботний покой На предыдущих занятиях мы говорили о том, что покой это то, что радует Бога Мы говорили об образе Бога в человеке И образ Бога в человеке проявляется в том, что человек работает Но также и в том, что человек отдыхает И мы видим тому пример Бытие 2 главе И также ранее мы говорили о доверии Доверие необходимо, чтобы отдыхать И Бог радуется, когда мы доверяем Ему И доверие это выражается в том, что мы находим покой в Нем И Бог всемогущий находит радость в субботе Суббота означает покой, оставление И суббота была дарована человеку не только ради самого человека Но чтобы человек мог принести субботу в приношение Богу И чтобы человек соединился с Богом в священном субботнем покое Мы также говорили с вами о перспективе Мы также говорили с вами о том, что Бог радуется, когда мы можем посмотреть на все со стороны Посмотреть на все Божьими глазами Остановитесь и познайте, что я Бог Что я все контролирую Что я превознесен в народах Что я превознесен на земле Это Божья перспектива И Он приглашает нас посмотреть на все Его глазами Но будучи людьми, живущими на этой земле Мы склонны все видеть по-другому Смотреть на все мирскими глазами И из-за этого мы порой теряем мужество Разочаровываемся Терпим поражение Но Бог по Своей благодати поднимает нас Меняет нашу перспективу И уединение и покой Порой как раз то, что способствует этому И затем мы говорили о том, что Бог радуется Радуется, когда мы находимся в праведных, правильных отношениях с Ним А также, когда мы находимся в близких отношениях с Ним И я назвал это занятие, на котором мы об этом говорили Суббота – радость Его народа Будучи Божьими детьми, мы хотим быть в праведных отношениях с Ним И Бог проявляет инициативу, вводя на свое присутствие через Иисуса Христа Спасая нас от греха и от гнева Своего Но также и освящая нас Восстанавливая наши отношения с Ним Оправдывая нас И все это, весь этот процесс радует Бога И все это требует от нас соблюдения субботы, субботнего покоя И во всем этом, на всем этом пути нам помогает Бог А сейчас бы я хотел перейти к практическим шагам Поговорить о том, как в своей жизни испытать радость субботнего покоя Планка поднимается достаточно высоко Но это то, чего ожидает от нас Бог И мы поговорим о том, как угодить Богу Какие шаги предпринять, чтобы войти в субботний покой вместе с Ним Я хочу вам прочитать из шестой главы этой книги Которую я когда-то написал Называется «Ради Бога отдыхайте» Проповедник, который сам не живет согласно тому, о чем проповедует Ставит себя в опасное положение Я прекрасно помню тот день, когда я проповедовал о четвертой заповеди И, Лоис, наверное, ты тоже помнишь тот день Я проповедовал серию проповедей по десяти заповедям Пастора часто это делают Все шло достаточно гладко И мне казалось, я хорошо подготовился для этой проповеди Я изучил тексты, которые говорят о субботе Я прочитал их вновь и вновь Прочел много разных толкований И за несколько месяцев до этого мне довелось побыть в Израиле И я своими глазами смог увидеть Как евреи прекращали всякие дела в субботу И посвящали этот день поклонению Богу Конечно, для кого-то это был просто ритуал Но кто-то относился к этому очень искренне По субботам у них был шаббат Все это помогло мне подготовиться к проповеди Мне казалось, что я хорошо понял текст Все пункты проповеди были хорошо обозначены Все подпункты сопровождались хорошими иллюстрациями Из того, что я видел в Израиле И мне казалось, что будет очень хорошая проповедь И вот я вышел проповедовать И стоя за кафедрой, я осознал Что эта истина была в моей голове о субботе Но в моей жизни все было по-другому И мне нужно было спрашивать Кого-то из своих друзей Соблюдаю ли я субботу Я понимал, что я не соблюдаю субботу Хотя друзья прекрасно это осознавали Ведь не так же, Лоис Ты прекрасно это знала в тот момент В нашей жизни не было отдыха Не только у тебя, но у нас обоих Но а какие симптомы были очевидны В моей жизни, в жизни нашей семьи? Мы постоянно куда-то спешили Мы просто буквально не останавливались Постоянно что-то делали Да, Джим брал сыновей на рыбалку Да, мы ездили на неделю во время отпуска в Миннесоту Но мы все время что-то делали Мы совсем не отдыхали Мы всегда чувствовали себя уставшими Постоянно нужно было сделать что-то еще И вот я произношу эту проповедь И мне трудно было ее закончить И я не мог не признать Вот я подготовил проповедь о субботе Это четвертая заповедь Но я на практике этого не делаю Я не знаю, как это делать Не знаю, с чего начать И я как-то скомкал конец этой проповеди Сошел с кафедры, сел Мне было очень стыдно Меня охватило отчаяние Как я уже сказал, тот служитель, который проповедует одно, а живет по-другому, оказывается в опасном положении Многие служители рано или поздно оказывались в таком положении Я оказался по поводу субботы Итак, куда же мы пойдем дальше? Что ж, мои друзья потребовали, чтобы я взял отпуск Недельный отпуск Особенно на этом наставил мой израильский друг Президент семинария в Израиле Он мне сказал «Джим, почему бы тебе не взять недельный отпуск И отправиться куда-то в спокойное уединенное место И провести неделю в посте и молитве И я подумал, как я могу так поступить? Я единственный пастор в церкви У меня практически нет секретаря Как я могу себе такое позволить? Если я так поступлю, то церковь исчезнет, она развалится за одну неделю Конечно, я мыслил, как эгоист Считал себя таким незаменимым, что без меня церковь и недели не продержатся Что без меня все развалится Что ж, я не послушал своего друга Были другие друзья, которые говорили «Ну хотя бы один день отдохни» Нет, нет, даже дня не могу позволить Мне и так не хватает дней в неделе, чтобы сделать все, что я должен, как пастор И, наконец, после той проповеди И после некоторых других сложных событий, произошедших в моей жизни Когда мне пришлось потерять некоторых друзей из-за их переезда Я чувствовал себя настолько разбитым и раздавленным, что я сказал себе «Ну что ж, как я могу служить этим драгоценным людям? Что я скажу, если они мне позвонят? Какой совет я им дам? Моя жизнь разваливается Как я могу кому-то помочь, если у меня в жизни нету мира и покоя?» И я вынужден был взять перерыв Я стал искать встречи с Богом, как было предложено Ранним утром я загрузил в свою машину теплые ботинки, теплую одежду Положил несколько одеял, потому что было достаточно холодно тем днем Но светило солнце И вот я сидел в машине Нашел тихий укромный уголок рядом с парком Очень красивое место Красивые деревья Красивые цветы И вот какое-то время я просто сидел в машине, ничего не делая Я вот уже как-то сравнивал себя с луковицей, у которой много слоев И вот один за другим эти слои снимались с меня Я почувствовал себя так хорошо Все мои заботы и переживания куда-то улетучились Я чувствовал себя настолько отдохнувшим Я давно себя так не чувствовал Я не позволял себе отдыхать уже много недель, может быть месяцев, а может и лет И я наслаждался этим временем Когда я мог просто побыть, ничего не делая Я всегда что-то делал Но вот все дела на какое-то время остались в стороне И Бог стал раскрывать для меня какие-то аспекты моей жизни О которых я ранее не подозревал Пять часов я просидел в машине Я размышлял о своей жизни Это время, когда я мог быть честным с самим собой перед Богом Я чувствовал себя настолько отдохнувшим И вот я вышел из машины, чтобы прогуляться И я начал все видеть по-другому Я стал замечать красоту творения, на которую раньше не обращал внимания Я стал замечать тени, лучи солнца Все казалось настолько прекрасным До этого я просто несся, сломя голову через Божье творение, не замечая, что вокруг меня И на самом деле я не был так близок с Богом Потому что очень много дел постоянно было в моем графике И вот я подошел к большому клену И я сел под этим деревом, чтобы отдохнуть Чтобы успокоиться Я был тепло одет, поэтому мне не было холодно Ярко светило солнце, а потом нечто нарушило тишину И я увидел оленя Вернее, это была олениха с маленьким олененком Они меня не заметили И вот они проходят передо мной Прекрасное зрелище Они вели себя совершенно спокойно У них было все, что им нужно Кто-то о них заботился Кто-то создал для них все необходимые условия И вдруг я услышал иной звук И вот из чащи на меня выходит большой олень С огромными рогами И это было чудесное зрелище Прекрасное животное Вышло из чащи И вот олень увидел меня Практически сразу Его глаза округлились И смотрели на меня И затем он двинулся, надеясь, что я тоже начну двигаться Чтобы понять, живое я существую или нет Но я прижался к дереву и не шевелился И вот он начал двигаться вперед, назад И затем он спрятался за дерево и стал выжидать И казалось бы, он ждал вечно, но я не собирался ему уступать И я собирался оставаться неподвижно дольше, чем этот удивительный олень У него кончится терпение раньше Я не хотел дать ему понять, что я живой И вот он ждал, ждал И, наконец, он не выдержал, развернулся И убежал в ту сторону, откуда прибежал Это было прекрасное зрелище И затем уже олениха с олененком также убежали от меня И затем я отошел от дерева И в голове у меня привлекнула простая мысль Тот же самый, кто печется о них, об этих животных, печется обо мне И это наш Бог, наш Господь Иисус Христос Я мог расслабиться, зная, что Он заботится обо мне Я мог насладиться покоем И я думаю, что тогда я впервые пережил субботу ТВ-семинари – благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование И формирование сотен служителей по всему миру Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tv-семинари.com И вот я вернулся домой Я не помню, помнишь ли ты, Лоис, тот день Когда впервые я испытал субботу Никогда прежде я ничего подобного не испытывал Ты помнишь тот день? Или что-то, может быть, до этого? Я помню тот день Не очень подробно, но тем не менее Когда Джим вернулся домой со всем другим человеком И мы сели вместе и поговорили о том, что произошло Во время его первой субботы с Богом В то время мы называли это просто прогулкой по парку Мы не называли это субботой или покоем Мы называли это прогулкой по парку Это стало началом нового этапа в его жизни И в итоге не только в его, но и в моей Он говорил о том, что Бог возвращал его в прошлое И слой за слоем очищал его от того нехорошего, что было в нем Лучше сказать, нездорового в его жизни Все это, несомненно, оказывало влияние на наш брак И на наших двоих сыновей Это было самым началом тех изменений, которые стали происходить в его жизни А затем и в моей И та суббота была первым шагом на пути, на длительном пути преображения Совершенно ли мы сейчас? Конечно, нет Слишком много всего накопилось в моей жизни, что необходимо было изменить И я думаю, так было со многими из нас И вот мы встречаемся с Богом, оказываемся в его присутствии И с этого начинаются перемены И поэтому, когда мы говорим о субботе, мы не просто говорим об отдыхе Но мы говорим о глубоком покое в нашем сердце, в нашей душе И в результате этих изменений вы становитесь успокоенным человеком Не только внешне, но и внутри И к этому мы стремимся Но есть много препятствий на пути приближения к Богу Ведь именно в такие моменты пересмысления своей жизни при Божьем свете Если мы осмеливаемся войти в его присутствие Хотя он зовет, придите Я позабочусь о вас Я дам вам тот покой, к которому вы стремитесь Успокою вас глубоко внутри И мы так много всего делаем в нашем постмодернистском мире Чтобы внешне выглядит хорошо, спокойными людьми Но внутри мы исполнены отчаяния Мы не знаем покоя Мы несчастны, потому что мы не позволили Богу Заполнить глубины нашего сердца Мы должны оказаться под его микроскопом Под хирургическим ножом в его руке Мы должны оказаться на хирургическом столе Чтобы он изменил нас внутри И на следующих лекциях мы более подробно об этом с вами поговорим Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok